Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, месяца четыре всё было хорошо. Он звонил, писал, чувствуя в голосе тепло, любовь, говорил, что скучает. Потом началось, стало мало разговоров, что вы даже не знаете, о чём говорить, все вопросы заданные ответы получены, да нет, что-то пропало. Срывался, начал грубить, продолжал звонить регулярно на вопрос, что происходит. Отвечал, всё хорошо, в мессенджерах перестал писать тёплые сообщения. Как-то всё кратко, так обидно, что это не может происходить, почему такое изменение. Приходил в отпуск, расписали, желание было его, не знаю, что делать и правильно ли я сделал, когда пошла на этот шаг. Ну, у меня есть ощущение, что, во-первых, вы немножко не понимаете, где ваш муж и с чем он сталкивается, это первое. Второе, это у меня нет уверенности в том, что у вас всё хорошо с самооценкой. Вот, и в-третьих, это то, что вас как-то задевает его поведение. Вопрос в том, как, потому что его поведение может быть каким угодно, но если оно вас задевает, то это, скорее всего, ваша проблема, потому что плохого ничего ваш муж вроде как не делает. И, соответственно, вы здесь пытаетесь понять, что происходит с ним. Психологи на это не дают ответов, это запрещено профессиональной этикой. Вот, но мы можем помочь вам разобраться в себе и в ваших тревогах и траках. Вот, вы столкнулись с тем, что чувствуете отвержение, ненужность, да, человеку, например. Вот, если это так, то вот как раз, как раз нужно смотреть в этом направлении и работать с вашими собственными противоречиями конфликтами. Страхами. По поводу того, правильно ли вы сделали, что пошли на этот шаг, то есть расписались, ну, опять же, ну, как бы, категория, да, правильно-неправильно, но это немножко, это немножко не та история, которой можно апеллировать в этой ситуации, потому что, когда вы что-то делали, да, вы делали хотя чего, для чего. Вот. Обратите внимание, обратите внимание, что вы пишете про него, но не про то, что вы чувствуете. Вы говорите о том, что чувствует он, но мало о том, что чувствуете вы к нему. Как будто бы ваше чувство к нему зависит только от того, что чувствует он. Это может быть соцзависимость, поэтому нужно здесь, в этом смысле, конечно же, работать. Как ее разобраться в том, что вы чувствуете к мужу и что вы хотите для него. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!